Развитие экономики в Казахстане замедлилось. Об этом говорили на заседании правительства. В стране действует комплексный план по восстановлению докризисных показателей. Но, как заметил премьер, не все регионы его активно исполняют. Как коронавирус повлиял на развитие страны? По данным Министерства национальной экономики, за пять минувших месяцев экономический рост замедлился на 1,7%. Сокращение наблюдается в сфере оказания услуг. В то же время экономисты отмечают увеличение выпуска товаров и рост в производственном секторе. Отмечается рост в строительстве горнодобывающей промышленности, обрабатывающей и сельском хозяйстве на 2,2%. Вынужденная заморозка экономической активности для сдерживания инфекции сказалась на бюджете. Республиканское Казахстане дополучило 5,5%. В тенге это 125 миллиардов. Уменьшение налоговых поступлений началось с апреля и продолжилось в мае. Наибольшее снижение предпринимательской активности, по данным информационной системы электронной счета фактуры, приходится на оптовую и розничную торговлю. Обороты по реализации товаров упали на 54%. Внешние факторы сказались и на национальной валюте. Тем не менее, в мае тенге удалось частично отыграть утерянные в период карантина позиции. По словам главы Нацбанка, дополнительную поддержку оказали запланированные продажи валюты из национального фонда. В прошлом месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квази-государственного сектора. Объем продаж в мае составил 156 миллионов долларов. На стоимость тенге также косвенно влияют обязательства Казахстана по сокращению объемов добычи нефти. Страна, как один из участников глобальной торговли, планирует уменьшить получение сырья до 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки до конца июля. В Казахстане с 1 мая в течение 12 дней наблюдается превышение производства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Добыча сложилась на уровне 3 миллионов баррелей. Их возмещение запланировано в августе-сентябре. У правительства есть комплексный план по восстановлению экономики. Он рассчитан до конца 2020 года. Документ предусматривает создание фонда развития промышленности, а также кредитование обрабатывающего сектора. По льготной ставке 3%. Но, как отметил премьер-министр Оскар Мамин, не все регионы его выполняют успешно. Атырауская, Кызылординская, Мангастауская области, а также город Шимкен по некоторым показателям сработали ниже республиканского уровня. Регионам необходимо активнее принимать все меры по реализации комплексного плана по восстановлению экономического роста. Премьер подчеркнул, экономическая ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется. Удалось сохранить темп роста инвестиций на прошлогоднем уровне и обеспечить рост сальдо торгового баланса. Задача правительства в кратчайшие сроки восстановить докризисные темпы развития экономики. Ирина Панфилова, Иван Тулинов, Хабар, 24.